Смоленская АЭС В совещании с руководителями подразделения директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 32 энергоблока, в ремонте 5 энергоблоков. Фактическая мощность на сегодня 27 454 мегаватта, что составляет 102,24% к план заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 3 энергоблока, нагрузка суммарная 3125 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. За 18 дней октября энергоблоками Смоленской АЭС было выработано более 1,2 млрд кВт-часов. Сверхплана – 38 млн. С начала года выработка составила 17,3 млрд кВт-часов, что превышает плановое задание на 266 млн. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 18 октября состоялось награждение победителей первого этапа конкурса лучших ПСР-проектов и предложений по улучшению. Руководители и работников, занявших призовые места в рейдинге концерна «Росэнергоатом» ПСР-лидер. Команды серебряного призера чемпионата профмастерства «Атомскилз-2021» в номинации «Инженерное мышление» «Каракури». Дипломы и благодарности сотрудникам, активно применяющим инструменты производственной системы «Росатома», вручил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. В ПСР я уже участвую более пяти лет и я вижу большую отдачу в эффективности, в безопасности. И коллеги меня поддерживают и буду продолжать работать. Приятно, что руководство оценивает нашу работу и это в дальнейшем мотивирует нас участвовать в ПСР-проектах, написании ППУ. Безопасность Смоленской АЭС для нас является приоритетом. Охрана труда вложила определенный вклад. Мы заняли первое место в области безопасности в конкурсе на ППУ. Участвуя в конкурсе «Инженерное мышление» «Каракури» для меня и для нашей команды, это был в первую очередь вызов, что это такое. И понять вообще, как его можно применить не только у себя дома, но и на предприятии. Вовлекаясь в конкурсы и продолжая, например, по этапам наших побед, мы все более и более развились и прониклись в тему производственной системы «Росатом». 16 октября завершилась смена «Активный возраст», которая прошла под девизом «Я люблю тебя жизнь». Проект по организации досуга и отдыха пенсионеров и ветеранов труда проводится в Десногорске второй раз при финансовом участии «Росатома». В 2021 году он признан лучшей муниципальной практикой социально-экономического развития, реализуемой на территориях присутствия предприятий атомной отрасли. Проект объединил 20 десногорцев серебряного возраста, посвятивших свою жизнь «Атомграду», его развитию и процветанию. Это активные, полные энергии горожане, которые своим примером вдохновляют молодежь на добрые дела. Местом проведения смены «Активный возраст» по традиции стала база отдыха «Космос» на берегу живописного Десногорского водохранилища. Пожалуй, лучшей локации для творческого вдохновения, спортивной активности, рождения новых инициатив не найти. Каждый день был насыщен интересными событиями. Занятия спортом на свежем воздухе, творческие задания, обучающие мастер-классы, культурно-массовые мероприятия, тихая охота на берегу водохранилища, прогулки по сосновому лесу, встречи с различными спикерами. В гостях у ветеранов побывали депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, исполняющий обязанности главы Десногорска Александр Новиков, исполняющий обязанности заместителя директора Смоленской АЭС Евгений Шубта, представители МСЧ-135, полиции, МФЦ. День у нас начинается с зарядки на берегу водохранилища. С нами работает профессионал. Мы с удовольствием делаем зарядку, получили заряд бодрости, идем на завтрак. А потом у нас начинается наш досуг, который проходит профессионально, приятно, интересно, мы многому научились. Участники смены уверены, что проект «Активный возраст» способствует повышению качества жизни людей серебряного возраста. За дни, проведенные в творческом лагере, ветераны вывели формулу долголетия. Главное, по их мнению, гордиться своим возрастом, активно заниматься спортом, творчеством, чаще общаться с родными и близкими, улыбаться, жить весело, помогать друг другу и любить жизнь. Мы действительно объединяемся и сплачиваемся, потому что здесь не только ветераны атомной электростанции, ветераны из городских организаций, учителя школ, медицинские работники. И я прониклась огромным уважением к каждому человеку, кто здесь отдыхает, потому что они все добросовестные труженики, прекрасные люди. Продолжением смены «Активный возраст-2021» станет образовательный модуль по обучению компьютерной грамотности, призванный помочь старшему поколению адаптироваться к современной информационной среде. Он будет организован на базе школы номер 3. 16 октября в районе деревни Генина состоялся открытый кубок Смоленской АЭС по легкой атлетике. В кроссовом забеге, организованном профсоюзом атомной станции, приняли участие более 40 спортсменов из Десногорска, Рославля, Ельни и Москвы. Спортсмены состязались в кроссовом забеге по пересеченной местности. Женщины на дистанции 1200 метров, мужчины 2400. Как отметила старший тренер сектора культурно-досуговой и спортивной работы ППО САЭС Елена Боярская, дистанция довольно сложная с подъемами и спусками. В данном формате соревнования проводились впервые. Спасибо организаторам за интуицию, потому что нам сегодня повезло с погодой. Болельщикам хочу сказать спасибо за поддержку на трассе, а соперникам за уважительное отношение. Все прошло на высочайшем уровне. По итогам соревнований в командном зачете с большим преимуществом победили лёгкоатлеты реакторного цеха. На втором месте команда САЭС-сервис. На третью ступень пьедестала поднялась команда цеха обеспечивающих систем. Участники команд награждены кубками и бафами с символикой профсоюзной организации Смоленской АЭС. Победители и призёры личного первенства отмечены медалями, грамотами и ценными призами. 30 октября в 10.00 стартует веломарафон 150 км за 24 часа. Из Десногорска до Святого Источника в деревне Николаевская. Сбор в 9.00 возле ФОК Десна. Регистрация участников по телефону. Для участия необходимо наличие сертификата о вакцинации против COVID-19, либо справки о перенесённой инфекции, либо отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более трёх дней. Более подробно с условиями участия в веломарафоне можно ознакомиться на сайте Смоленской АЭС в разделе «Анонсы». На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин